Самая низкая цена за 4 года. В апреле газ для населения будет стоить на 15% меньше, чем в марте. А если считать с начала года, то на 40%. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский видеообращений. Он также анонсировал открытие продовольственных рынков в Украине. Эту возможность правительство рассмотрит уже в среду. Я вважаю, що за умови дотримання усіх правил безпеки вже цієї п'ятниці ринки зможуть відновити роботу. Але я хочу підкреслити, лише за умови дотримання усіх правил безпеки. Робочі місця, заробіток громадян, зокрема малих фермерів є дуже важливими. Але життя та здоров'я українців понад усе. Україна оказалась перед новым экономическим кризисом. Об этом написал Владимир Зеленский в колонке для испанского издания «Эль Паис». Глава государства отметил, что этому способствует затягивание реформ в стране и зависимость от внешних рынков. Президент уверен, что без финансовой поддержки МВФ и Мирового банка Украину ждёт нищета. Первый транш – миллиард 750 миллионов долларов от Международного валютного фонда Украина ожидает до конца мая. Средства пойдут на финансирование госбюджета. 6 миллиардов гривен для помощи безработным выделило украинское правительство. Эти деньги пойдут на выплату пособий и финансовую поддержку малого и среднего бизнеса на период карантина. Минимальный размер пособия по безработице увеличили с 650 до 1000 гривен. Уволенные по собственному желанию будут получать выплаты с первого дня подачи документов в Центр занятости. Защитные костюмы, медицинские маски и бахилы передали волонтёры-медикам Луганской области. Средства индивидуальной защиты распределят между больницами Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Беловодска и Старобельска. Именно там лежат пациенты с COVID-19. На сегодня в области зафиксировано 29 случаев инфицирования коронавирусом. На сегодня у нас разгорнуто 30 лежек, так же, как и в рубежном. И додатково мы можем еще разгорнуть 40. В целом мы даже средства захиста прораховывали на 110 костюмов, потребных на добу. Китай отказывается забирать из России своих граждан, зараженных коронавирусом. При этом китайские власти организовали спецрейсы. Но на борт самолёта пропускают лишь тех, кто прошёл тестирование не менее чем за трое суток до вылета. Обязательное условие – отрицательный результат теста. Китай беспокоится, чтобы прибывшие из России не спровоцировали новую вспышку коронавируса. Тем временем Россия обогнала Китай по количеству зафиксированных случаев. Там уже 87 тысяч инфицированных, из которых более 6 тысяч лишь за последние сутки. Разрушенные дома в прифронтовых населённых пунктах Донецкой области помогут восстановить спасатели со всей Украины. Об этом заявили в областной государственной администрации. До конца года планируют отремонтировать тысячу жилых домов. Сейчас отстраивают помещения в Бахмутском, Ясиноватском и Маринском районах. Спасатели привозят стройматериалы, выделенные из регионального материального резерва. Мы планировали с 1 сентября залучить 200 работников ДСНС. Будут люди из всей Украины, работники ДСНС из всей Украины. На жаль, мы это сейчас перенесли до момента завершения эпидемии, скажем так, официального карантин. Когда будет карантин завершена, мы повернемся к этому вопросу. Необычный жеребенок родился в Харьковском экопарке, породы американской миниатюрной лошади. Об этом рассказали сотрудники Зверинца. Родители малыша Little Star и Лору привезли в Харьков из Нидерландов два года назад. Сейчас малыш вместе с мамой на карантине, питается ее молоком. Назвали новорожденного в честь американского комедийного актера Лесли Нильсона. У нас впервые пополнение, то есть у нас родился жеребенок по кличке Лесли. Он очень похож на своих родителей, больше похож на папу. Папа у него пегая масть, у мамы вороная масть. Жеребенок вышел у нас светло пегим. Примечательный он тем, что он очень симпатичный, у него голубые, необычные для лошади глаза. Подписывайтесь на канал Дом, Фейсбук и Ютубе, следите за событиями и узнавайте о главном в удобное для вас время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова